Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач «Тайны вечной книги». Говорим о внутреннем постижении человека этой книги, которая называется «Пятикнижи» или «Тора». Как всегда вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте! Здравствуйте! Действительно, тайна именно во внутреннем постижении. А так тайны нет. Раскрывают книжку, каждый трактует как ему угодно, тысячу комментариев. И слушают. И слушают, и говорят, и вообще пишут диссертации, и всё, и никаких тайн. И тайна именно, когда ты начинаешь чувствовать, что внутри что-то есть, и тебе надо её раскрыть. Я всегда думаю, как человек, какой у него уровень эгоистический, наверное. Вот так он воспринимает. Потому что объясняют, Мушея поднялся на гору Сина, и человек слушает это, и говорил с ним. С кем говорил. С кем говорил, как говорил. Другой говорит, это какая-то ерунда. Вы понимаете, вот всё-таки уровень эгоизма, который есть в человеке. Вот так мы говорим. Ну, постепенно мы развиваемся к такому уровню, что мы как-то, ну, не можем просто... Становимся эгоистами полными. Не верим. Тяжело поверить в то, что... Вот это вот слово правильно, не верим, да? Что человек не верит, да? Ну, это называется в нашем мире верой. Конечно. Что поднялся. Ну, может, а мог бы здесь. Но обязательно надо подняться на высоту. Что там на высоте ветер шумит. Только там слышен голос Бога. И там была вручена книга, она упала с небес. Да, вот прямо, да, вот прямо с пресса так вышло. Не книга, а эти скрижали, да? Скрижали, да. Вот правильно, там каменотёсы там что-то работали. Вырезали из камня книги. Ещё говорят, ну, там есть много чудес, да. Как буква самых такая круглая. Как будто она стояла внутри. У неё не на что опираться, понимаешь? Вот там всякие такие очень интересные штуки. Конечно, рассказывается. Ну, что? Ну, конечно, если человек не может в это верить. И всё-таки главным словом является вера, да? Вера. Верить это на уровне вот таком. Что ему сказали, а он принимает это как информацию. Как истину. Существует и всё. Ну, как можно так? И чем дальше, тем больше человек начинает понимать, что такого быть не может. Ну, да. Вот сколько и сегодня ещё появляются всяких таких пророков всевозможных, которые пытаются зачать новые религии. И вот. Мне голос был и начинается. И слышат. Вот это меня всегда потрясает. Да, да, да. И люди прислушиваются. И хочется, хочется верить во что-то. Надо что-то такое человечку маленькому. Ведь надежда на что-то такое, что кроме этого, после этого, вместо этого что-то есть. А не получается ли так, что мы это разрушаем с вами? Вот это вот. Или человек не услышит нас? Нет, это не слышится. Тут ты прав, да. Абсолютно не слышится. Если он уже созрел до этого, то он созрел. А если нет, то это не проходит. Вот и сегодня мы преподаем кабалу. Причём открыто во всём мире. Абсолютно всем. И причём так чисто выкладываем всё. Выворачиваем всё наружу. Тайны никаких тут быть не может. Тайна – это то, что ты ещё не можешь постичь. Раскрыть себя, чтобы увидеть, чтобы услышать. Муж это смог сделать? Раскрыл себя, поднявшись над горой своих сомнений, над горой своих выявлений. Так он раскрыл Творца. Так он его услышал и увидел в своих внутренних чувствах. А остальные – нет. Ну так есть люди, которые это слышат, видят. А есть, которые ещё нет, есть, которые просто не верят. И верят в то, что им говорят. Сегодня мы начинаем новую главу, которая называется «Хаей Сара» или «Жизнь Сары». Интересно, вообще глава написана «Жизнь Сары» и начинается со смерти Сары. Глава. Да, но об этом тоже говорится во многих комментариях. Потому что именно только после того, как она умерла, у неё настоящая жизнь, так сказать, там и всё прочее. Но есть очень много на эту тему действительно комментариев. Я не говорю, что они неверные. Просто надо понимать их, на каком уровне они говорят. Потому что каждый комментарий, если он идёт из истинного источника, от каббалистов, то они могут говорить такими словами и такими выражениями, высказываниями, типа сказочными или моральными всевозможными, что нам будет казаться нелепыми немножко. Но, в общем, да, жизнь Сары, она начинается тоже после того, как жизнь любого человека, после того, как он убивает собственный эгоизм. Поэтому и называется лемитим ховщи. Когда ты убиваешь свой эгоизм, ты становишься свободным, приподнимаешься над ним. А именно это и называется смертью. Не смерть нашего тела. О теле вообще ни одного слова не говорится. А говорится о смерти своего внутреннего «я», вот этого эгоистического. Ты над ним поднялся, оно не умирает, но ты можешь им управлять свыше, с помощью какой-то новой идеи. И, значит, это я в тебе, как власть, как сила, умерла. Вот во мне это вызывает воодушевление, несмотря на то, что говорится, то, что вы сейчас сказали, как подъем над эгоизмом. Вот интересно, у зрителя нашего тоже это, по идее, тот, который слышит нас, должно вызывать воодушевление, это состояние. Да, хотя это, конечно, и сложно, и непонятно, и вообще для чего, и как. Но он слышит о том, что есть что-то большее, что можно куда-то идти, что где-то что-то раскрывается. Это человеку всегда приятно. И даже если он к этому не идет, ну вот остальные, да, я тоже к этому отношусь. То есть приобщение к этому чему-то большому, великому, оно дает человеку какое-то наполнение, какое-то свечение издали. Хорошо, что мы так начинаем передачу. И было жизни Сары сто лет, двадцать лет, семь лет, это годы жизни Сары. И умерла Сара в Кириат-Арбе, она же Хеврон, в стране Кнаан, и пришел Аврам справить траур по Саре и оплакивать ее. Как начинается глава. А дальше, как бы, я заглянул в книгу Зор, и нашел там такие вот отрывочки, и было жизни Сары. В чем здесь различие? Ведь ее смерть описывается в Торе, в отличие от всех женщин мира, смерть которых не описывается в Торе. Да. Обо всех них не написано так, как написано Саре. Все написано, да, целая глава Хаи Сара. Нет ничего больше. Нет никакой женщины. Потому что Сара вообще представляет собой общее желание. Малхут. Кстати говоря, самое распространенное женское имя в мире. Прародительница, что называется, всего женского рода. Вот Авраам, видишь, его очень мало. Существует между там... Сейчас все меньше и меньше. Существует, да, у некоторых других религий тоже все-таки. У арабов Ибраим, потому что это, да, это наш общий отец. Существует у мормонов, там вот у таких ветвей христианства. Именно Сара является самым искусством. Да, Сара навезде. А вот посмотрите, что дальше написано. Обо всех них не написано так, как написано о Саре. И было жизни Сары сто лет и двадцать лет, и семь лет, годы жизни Сары. Всем им не насчитывались дни и годы, так как Саре. Обо всех них не написана особая глава, как о Саре. Ибо она та ступень, от которой зависят все дни и годы человека, пишется. От этих, дальше не очень понятная фраза, может быть, вы ее объясните. От этих мохин, являющихся жизнью Сары, подразумеваемых в числах сто лет и двадцать лет и семь лет, проистекает жизнь человека. Да. Такое глобальное... Потому что это соединение, да, это соединение Малхун с Беной. Сара. То, что, да. Поэтому она дающая всем жизнь. Но все остальные, за ней идущие, это та же Сара, только ее развитие. В Торе вообще не говорится о каком-то образе конкретном. Говорится о ступенях, которые мы все должны пройти. Поэтому вот как Авраам, из него рождается следующая ступень Ицхак, следующая ступень Яков, Муше, Арон, Юсеф, Давид и так далее. У Якова там еще двенадцать сыновей, кроме Юсефа. И получается, что то же самое и с женщинами, женским родом. То есть все это развитие одной и той же ступени. Но здесь речь идет вообще, это проистекает жизнь человека. Вообще берется все это... Да, потому что это имеется в виду Малхут. Свойство такое, которое олицетворяет собой нашу душу. Я продолжу чтение. Да. И поднялся Авраам от лица умершей своей и говорил Хэтам так. То есть тем людям, которые живут в этом районе, вокруг пещеры Мерата Махбила. Я у вас пришелец, но и сторожил. Дайте мне среди вас участок для погребения, чтобы похоронить мою умершую. И отвечали Хэтам Аврааму, говоря ему, Выслушай нас, господин мой. Вождь всесильного ты среди нас. В лучшие из гробниц наших похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в гробнице своей для погребения умершей твоей. Встал Авраам. Да, вообще тогда было просто интересное погребение у людей. Человек умирал. Его вкладывали в такую нишу в горе. И оставляли на год. Через год вскрывали эту нишу. Практически оставались там уже одни кости. Мяса уже не было, оно просто истлело. И брали эти кости, ложили в кувшин. Закрывали, запечатывали кувшин и оставляли там. И вот таким образом кувшины, кувшины, кувшины собирались в этой пещере. И у каждого такая была пещера. Были, может быть, пещеры общественные. Но, в принципе, у каждого там они же жили как бы хуторами, как сегодня говорится. Поэтому они говорили, ты можешь выбрать любое место погребения. То есть рядом с нашими костями пускай будет кости этой сары. Авраам считался большим человеком. Не просто мудрецом, а еще и богатым, и властным. Не даром они говорят, вождь всесильного ты среди нас. Да, да. Но всесильного имеется в виду, что ты представитель Творца. Что, кроме того, его принимали как коина, как жреца. Но если мы будем говорить о духовном, Махпила это имеется в виду двойная пещера. Двойная пещера. Да. Двойная пещера, то есть в которой сочетается свойство Бина и Малхут. Свойство Творца и свойство человека вместе. Что значит Махрата Махпила? Когда человек умирает, когда он поднимается выше своего эгоистического желания, вот тогда он должен приподняться в следующую ступень и соединить себя со следующей ступенью. Вот тогда Бина и Малхут соединяются вместе. Это олицетворяет собой двойная эта пещера. То есть две пещеры соединяются. Две вместе, да. Две пещеры вместе. Малхут и Бина. И соединение их вместе называется Махрата Махпила. Там, где как бы погребены все праотцы. Адам, Хава, Авраам, Сара и все эти, вплоть до Якова, и Голова, и Сава. Кроме тела. Там все это интересно. Интересно. По сей день существует. Только Рахель, она погребена по дороге в Иерусалим. Из той же Мэрата Махпила по дороге в Иерусалим. Но мы же не говорим с вами о костях. Мы говорим с вами о вот этом соединении Малхут и Бина. Но это говорится о ступенях. Поэтому неважно, как мы это будем говорить. Или ступени, или места как бы. Места и ступени – это то же самое, конечно. Дальше начинается такая штука. Начинает Авраам просить, чтобы некий Ефрон не просто ему подарил это место, а купить это место. Ефрон сначала настаивает, что он может ему просто отдать. Нет, нет. Дело в том, что покупка имеется в виду, что у меня есть экран. На это эгоистическое желание. И я хочу на этом эгоистическом желании с помощью экрана. Кесов имеется в виду кесуф мехасе экран. То есть я желаю свой эгоизм. Это кто говорит? Это Авраам говорит. Я желаю заплатить. Причем заплатить сполна 400. 400, да. Да, шекелей с серебряных денег. То есть полностью покрыть свойством отдачи это Малхут, свойство получения двойную. И тогда я обрету эту ступень. То есть тогда действительно мы войдем как бы в будущий мир, в следующую ступень. Вот тут опять-таки человек умирает и входит в будущий мир. Это умирает его эгоизм. И он умирает, потому что он над ним поднимается. Он обретает экран. И обретает этим следующую ступень – будущий мир. Сразу гораздо красивее, чем… Чем обычно, да? Да, вот это восприятие, оно сразу дает… Люди вообще должны все-таки понять, что после нашего тела ничего не остается. То, что человек достигает в этой жизни, в этом мире, если он раскрывает высший мир, то раскрывает. Если нет – нет. Наше тело не имеет тут никакого значения. То, что мешает нам ощутить высший мир, это только лишь наше желание, еще неисправленное. И понял Авраам Эфрона, и отвесил Авраам Эфрону серебро, о котором говорил тот перед хэтами 400 шекелей серебра, принимаемых торговцами. И стало поле Эфрона, что в Махпеле против Мамре, поле и пещера в нем, и все деревья в поле, во всем его пределе кругом, за Авраамом, как покупка в глазах хэтов среди всех входящих в ворота города его. После этого Авраам похоронил сару жену свою в пещере поля Махпелы против Мамре, он же Хеврон, в стране Кнан, и стало поле и пещера, которое в нем, собственностью Авраама для погребения, приобретения ухэтов. То есть он приобрел этот экран, как вы говорите, да? Он поднялся над этим эгоизмом. Вдруг я нахожу в книге «Зор» очень много о пещере Махпела. О пещере, потому что она олицетворяется обо следующей ступени. И о 400 шекелей, и обо всем этом. То есть читающий просто человек, он просто это дело проскакивает. Нет, ой, а юристы что сделали из этого? Первый юридический акт, покупка-продажа. Да, да, точно. Закрепленное юридически. Юридический, так сказать, да, с печатью. Вот тебе мой залог, вот тебе наш документ и все такое. И это я читал. На этом обоснованно очень многие действительно такие юридические ссылки. Но, конечно, все это не к тому. Истинный смысл – это то, что человек берет весь свой эгоизм, может связать его со свойством бины, со свойством отдачи. И вот это двойное свойство, свойство Малхута, свойство бины, свойство моего эгоизма и свойства отдачи, которые я получаю свыше, помогает мне мой эгоизм умертвить и возродить буквально получение ради отдачи на следующей ступени. Поэтому и называется глава «Жизнь цары» после такого состояния. И поэтому эта пещера – это действительно вход в высший мир. То есть вот это состояние, этот уровень, когда соединяется Малхут с Биной, двойное состояние, называемое двойной пещерой Марата Махпила – это вход на следующую ступень высшего мира. Вот что пишет об этом Зор в главе «Пещеры Махпила». Аврааму были известны признаки той самой пещеры Махпила. И сердце и желания его пребывали там, потому что раньше, когда вошел он туда, то обнаружил Адама и Еву, упрятанных там. «Откуда же он знал, что именно они были там? Ведь прежде не знаком был с ними. Однако он увидел образ Адама и созерцал его, и открылся перед ним один из входов райского сада. И понял он, что этот образ Адама находится у него. Ибо понял в силу того, что при жизни своей находился в райском саду, удостоился приблизиться после кончины своей ко входу райского сада». Как это можно понять? Вообще увидел образ Адама, поскольку жил уже в райском саду, приблизился к райскому саду. Здесь есть какие-то такие… Дальше написано так. «Каждый, кто созерцал образ Адама, никак не сможет спастись от смерти и должен умереть немедленно. Потому что в тот час, когда человек уходит из мира, он видит Адама решенного, то есть первого человека. И в тот же момент умирает. Но Авраам созерцал его и видел образ его и остался в живых. И видел свет, светящий в пещере, и одну горящую свечу. И тогда понравилось Аврааму это место, чтобы покоиться в нем, и сердце его, и желание всегда пребывали в этой пещере». Красиво. Думал только о смерти, как бы его там закопали. Да, красиво. Ну, как ты думаешь? Красиво. Увидеть там Адама решенного. Если рассказывать об этом в простых этих фразах, то, конечно, это… Но вот как это рассказать, вот то, что он в пещере увидел образ первого человека? Он поднялся до этого уровня, до уровня пещеры, да, до уровня Малхот в Бенье. И увидел, что, начиная с этого уровня, начинается следующая ступень, исправленная ступень. Райский сад. Райский сад. Или Адама до его прегрешения, падения. То есть он увидел Адама. И, конечно, эта ступень для него стала как цель. Влекущая. Которую только надо достичь. И, естественно, он только и желал, чтобы умертвить свой этот эгоизм, приподняться над ним и достичь вот этого состояния. Это естественно. И поэтому, конечно, и Сара, потому что это его часть, его души, только получающая он часть, отдающая правой и левой стороны, то, естественно, что об этом он только и думал, как подняться на следующую ступень такую. А вот когда говорится, и видел свет, светящий в пещере, и одну горящую свечу, что это олицетворяет? Свет в пещере. Это понятно. То, что в Малхот она с помощью свойств Бены становится получающей ради отдачи, то в ней светит свет хухма. А одна горящая свеча – это от источника, который там происходит, потому что это более высшая ступень еще, потому что это как бы вход в райский сад. Из этой пещеры, из этого состояния Бены видно состояние Абвыима, Арихампин, Атик. То есть видны там все источники света свыше. Ты прав, в Зоре очень много, в этой пещере, потому что это тот уровень, откуда мы получаем всю нашу силу, управление, все оттуда. Я еще немножко почитаю. Красиво Зор пишет. Когда Авраам впервые вошел в пещеру, он увидел там свет, и раступился перед ним прах. И раскрылись ему две могилы. Между тем встал из своей могилы Адам в образе своем, и увидел Авраама, и обрадовался. Отсюда стало ясно Аврааму, что в будущем будет похоронен там. И дальше написано. Сказал ему Авраам, пожалуйста, скажи, разве пристанище это не покрыто? Иными словами, он был удивлен, потому что пещера Махпела – это пещера внутри пещеры, и в ней должен быть абсолютный мрак. Однако он увидел там свет, словно в доме с открытым верхом без крыши. Сказал ему Адам, творец скрыл меня здесь. С того времени до сих пор скрываюсь я. Пока не пришел Авраам, Адам и мир были лишены совершенства. И потому он должен был скрываться, чтобы не удержались в нем крепот. Но когда пришел в мир Авраам, он исправил его и мир, и Адам больше не должен скрывать себя. То есть мы говорим о том, что существует последовательность исправлений. Адам, затем Авраам. Авраам является тем же Адамом, только на следующем уровне. Так вот, он обнаруживает, как он подходит уже к такому состоянию, когда поднимается, обнаруживает все тело, то есть все желания этого Адама, как уже прошедшие, то есть он их исправил. И поэтому он видит, что этот Адам встает в своем образе, в нем, уже в исправленном образе, и проходит дальше. И поэтому и Авраам знает, что если я закончил эту ступень, то есть ступень, на которой я сейчас нахожусь, которая называется Авраам, тоже скоро закончится, я буду на следующей ступени. Следующая ступень будет Ицхак, и он тоже будет на этой же ступени погребен. И следующий, и так далее. То есть так один за одним проходит следующее свое духовное состояние, пока не поднимается до мира бесконечности. И каждый проходит через эту пещеру, двойную пещеру? Абсолютно. Без этого свойства, когда соединяются свойства Бины и Малхут вместе, невозможно дальше идти. Поэтому каждый человек проходит через свойства Сары и через свойства Авраама. Похоронен там Авраам, Ицхак Яков, Адам Рина, первый человек. На этом закончилось как бы... А все, все остальные это уже... Про отцы как бы только похоронены. Да, про отцы. Все остальные уже... По местам разбросаны другим. Потому что они основы, они являются основополагающей системой, так называемой Меркава. А все остальные уже не... Меркава, это как переводится, мироздание, да? Меркава, это основная система, ядро всего мироздания. А вот здесь вот интересная такая фраза, когда Авраам впервые вошел в пещеру, он увидел там свет, и раступился перед ним прах, и раскрылись ему две могилы, между тем встал из могилы Адам в образе своем, и увидел Авраама, и обрадовался. Вот это вот прах, раступившаяся могила, о которой он пишет «Зор». Эгоистическое желание человека, которое в конечном итоге исправляется, и вот над ним восстает уже следующая ступень. Это вот никакой таинственности, естественно, как мы уже говорим давно. Нет, нет, внутри себя ты это переживаешь. Внутри меня раскрываются могилы. Спокойно, может быть, со стаканом чая. Совершенно. И даже рука не дрожит. Откуда? Вдруг могилы раскрываются. Да нет, это все кто говорит о могилах. На самом деле это счастливое состояние. Земное такое тленное, нет. Вот смотрите, человек так воспринимает, как вы в фильме «Вий», там раскрывались могилы, летали гробы со страхом. А тут он воспринимает со счастьем вот этой вот раскрывшейся могилы, поднявшейся Адама внутри человека. Ну, потому что это раскрывается ему следующее. Это раскрывается ему свет, озарение, будущее. Да, там очень сильный мрак во всех этих сказаниях. Тура, она всегда говорит в сторону развития. То есть она всегда читается полная света такая, если ее читаешь правильно, да? А это наше будущее. Желаем мы или не желаем, к этому нас приведут. Несмотря на... Палка к счастью. Но несмотря на огромное количество, как я уже говорил, драматических ситуаций... А без этого невозможно. Мы ведь сами не в состоянии себя заставить. Нас можно заставить только вызывая в нас драматические состояния. Действительно драматические. Авраам был стар, пришел в лета, а Бог благословил Авраама всем. И сказал Авраам своему рабу, старшему в доме его, управляющему всем, что у него. Положи руку твою под бедро мое, И я закляну тебя Богом всесильным, Богом небес и всесильным Богом земли, Что ты не возьмешь сыну моему, жену из дочерей Кнаана, среди которого я живу, Но в мою страну и на мою родину пойдешь, и возьмешь жену, сыну моему Ицааку. Он живет уже в этой стране. Его почитают. Его почитают, его любят. И все равно он не хочет смешиваться с ними. А что за страна? Это эгоистические желания, которые раскрылись на следующей ступени. Кнан. Кнан, да. Он должен их исправлять, он должен с ними работать. Он должен с ними работать. А с чем? С помощью каких сил? Он должен взять силы с той ступени. Подкрепление Ицааку, да? Откуда он сам. И причем ступень-то, она Лаван. Ему же сказали, иди из страны этой. Это же с той страны он уходил. Да, да, да. А сейчас он посылает туда. И посылает туда. И берет у такого великого грешника, такого страшного человека, как Лаван, он берет его дочерей, и получается, что это лучше, чем брать того, кто тебя любит, кто вырос рядом с тобой. Дело в том, что эта ступень Ицаак, она новая, кардинально новая ступень. И для нее необходимо желание, вот это вот исконное, которое исходит из света. Даже если оно будет неисправленное или исправленное, неважно. Но вот оттуда оно должно снизойти. Поэтому, если Авраам сейчас поднимается к тому прошлому состоянию, то он берет из того прошлого состояния правильное желание женское. Которое он оставил когда-то там, чтобы вернуться и забрать его, да? Да, да. То есть он, когда уходил из страны, понятно было, что ты будешь туда возвращаться и оттуда черпать оставленные тобой там желания, да? Да. А пока ты взял с собой там, кто может с тобой идти. К сожалению, время нашей передачи закончилось. Уважаемые телезрители, вот так все и происходит. Видите, все внутри человека. Так это все и надо читать. Спасибо вам большое. Мы продолжим наши передачи. Будьте с нами и дальше. До свидания. До свидания. Продолжение следует...